Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм, как Standoff 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, PubMobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм. Обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Давайте под этим роликом берем как минимум 200 лайков, и тогда я сразу приступлю к разработке, к монтажу, к съемкам нового ролика по новому персонажу из игры Standoff 2. Ребят, пишите в комментариях, какого персонажа вы бы хотели, чтобы в следующем ролике он оказался, чтобы я про него рассказал какую-то интересную информацию. В общем, ребята, пишите, 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 лайки ставьте, подписывайтесь, колокольчик нажимайте и погнали. Так, друзья, сегодня у нас Архас. Архас это шестой рейдовый босс. Архас, он находится на втором этаже вместе с Фатум и Хоксен. Архас имеет щит из 9600 очков, который должен быть уничтожен за 8 минут и 10 секунд с шестью игроками. Чтобы участвовать в бою с Архасом, необходимо достичь как минимум пятого дана игроку. Оружие у Архаса это Жала. Также у него есть магия Ядовитое Облако. Также есть еще дальнобойное оружие, это Иглы. Способности это Крысиная Волна. Игроки могут получить ключи, чтобы бороться с ним, победив Фатум. Если у игрока нету ключа Архаса, то они смогут его купить за 100 кристаллов. Довольно-таки дорого, согласитесь, друзья мои. В бою Архас очень агрессивен. Его скорость очень высока. Его атаки могут достичь значительного диапазона. Он может легко отнять у игроков здоровье своими атаками. После боя с Архасом он напоминает, что он правит над вечными. Если игрок проигрывает, он будет угрожать игроку, говоря, что он сообщит о своей неудаче создателю. После того, как он побежден, он спрашивает, почему Творец оставил его? Ибо он снова подвел его. В игре против Архаса также могут быть случайные правила. Это либо бой без блоков, либо бой без двойных ударов, либо вообще никаких ударов. Также у Архаса есть различные перки и зачарования. Первое, конечно же, и самое известное, которое мы делали в моде. Это крысиная волна. Архас имеет возможность вызвать волну крыс, которые будут путешествовать по земле, чтобы повредить игрока, нанести ему максимальный урон. Волна работает подобно темной магии. Игрок может избежать волны, прыгая. Или волна может помешать Архасу использовать его любую атаку, пока он пытается вызвать волну или оставаться рядом с ним. Также у Архаса присутствует Кобра. Это вероятность того, что в течение первых 3 секунд первого удара Архас в раунде уменьшит здоровье игрока на 20%. Также есть выключатель Хелм. Шанс увеличить урон головы Архаса в течение 5 секунд после удара головой. Ярость боли. Шанс увеличить урон на 8 секунд после получения удара головой. Выключатель блока. Шанс обойти блок игрока отравления. Оружие Архаса заколдовано отравлением, что заставит игрока начать терять 3% здоровья в секунду в течение 5 секунд после удара. Точность. Дальнобойное оружие Архаса зачаровано с точностью, что позволяет ему нанести критический удар с увеличенным уроном. Кровотечение. Магия Архаса заколдована кровотечением. Это приведет к тому, что игрок начнет терять 3,4% здоровья в секунду в течение 5 секунд после удара. После победы над Архасом можно получить различные награды. Также это могут быть, конечно же, ключи. Причем ключи могут быть как для Вортекса, так и для Фатун. У игрока также есть шанс получить большой заряд тьмы, если они смогут добраться до первого места. Вообще, вот они все возможные награды для после победы над Архасом. И, конечно же, в игре Архас не безмолвный. У него есть определенные реплики. Давайте мы их сейчас сочетаем. Слепые фанатики! Вы помните меня и кормите своей верой в отца. Родитель может быть строгим, и ты примешь мое наказание с благодарностью. Это самое первое слово Архаса. Неправильно, старик. У меня тоже есть железо для неупорных детей. Вы будете молиться, чтобы я позволю вам присоединиться к семье. Но я буду непримиримым. Эти слова прозвучали в ответ на предупреждение Сэнсэя. Черная овца, ты недостойна места рядом со мной. Убирайся! Я пошлю слово создателю о том, как вы, люди, снова потерпели неудачу. И он будет кормить моих детей. Эти слова обычно Архас произносит после того, как игрок побежден. Кому я буду поклоняться в этот последний час? О, творец! Почему ты оставил меня? Ты дал мне силу вести их. Но я подвел тебя снова. Эти слова Архас произносит, когда он побежден. Я вижу без предвидений, что огонь веры сожжет и слабых, и слепых. Я принес черные свечи, чтобы позволить всем видеть это так же ясно, как я. Эти слова произносит Архас после хэллоуинского обновления 2017 года. Архас своим внешним видом похож на крысу и напоминает, соответственно, крысу. Архас живет около пирамиды бессмертных. Там же живут его и дети. Как и в бою с Фатум, в состав боя будут входить испытания. Откуда прибыл Архас, неизвестно. Вероятно, он появился в свет где-то в центре земли. Ну вот, друзья, и вся информация, которую я смог найти про Архаса. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то что вы не поставите лайк, подписаться на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе их связанных на канале. Также, конечно же, в конце ролика мы подведем итоги конкурса. И снова у нас будет конкурс. Итак, друзья, чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо написать самый первый комментарий под этим роликом. Это первый победитель. Также написать самый последний комментарий под этим роликом. На момент монтажа, конечно же, это будет второй победитель. Также третий победитель. Это человек, который под этим роликом напишет какую-то шутку в комментариях обо мне. Ну и четвертый победитель, это тот человек, который самый последний подпишется на мой канал в момент монтажа следующего ролика. Друзья, у меня появилась определенная цель. Я хочу набрать тысячу подписчиков на моем стримерском канале, ребят. Пожалуйста, подписывайтесь. Ссылка в описании. Также кликайте на появившуюся аннотацию. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok